приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы у нас здесь так много всего сегодня будем готовить шаверму или шаурму кому как больше нравится естественно никого не удивим этим рецептом но очень много на самом деле рецептов домашней шаурмы и шавермы и я думаю и в киеве и полно на каждом углу и в питере и в москве и во всех городах где вы живете наверняка продают шаверму или шаурму но на мой взгляд не буду рассказывать долго об этом потому что все знают на мой взгляд все таки самую вкусную шаурму готовят в турции называется она донер и я искренне считаю но вот мое им ход такое что шаурма должна быть из смеси говядины и баранины ну или только из говядины конечно можно готовить из курицы и вот мы приготовили говядину причем говядина у нас такая немножко ферментированная ветреная хорошая качественная это вырезка естественно мы не можем у нас нету вот того штука на которой готовят шаурму то есть вертел вертикальный и нагреватель данного вы все знаете все видели называется динарница и вот родина как раз этой штуки это османская империя но опять же таки могут быть разные мнения ни с кем не буду спорить я высказываю свое личное мнение что мы сегодня сделаем мы сегодня сделаем абсолютно полный цикл шаурмы то есть мы приготовим лепешки для шаурмы именно лаваш вот такой вот в которой она заворачивается но собственно говоря шаурму можно и в пике делать есть интересная история на заре своей трудовой деятельности в далекие 90-е я работал на авторынке и вот у нас киеве первая шаурма палуб появилась на авторынке значит что чувак делал но он делал очень вкусную шаурму и мне тогда безумно понравилось он брал половину батона выкрашивал оттуда вот так вот середину и в эту половину батона набивал тупо мясо без соусов без ничего но мясо было такое вкусное просто потрясающе но естественно готовил ее на динарнице то есть правильно срезал тоненькими ломтиками мы так сожалению сделать не можем потому что ну и куда нам делать на двоих на троих человек делать там 5 килограмм мяса это было бы глупо поэтому мы готовим просто себе на ужин как я уже сказал мы приготовим хлеб мы приготовим соус и мы приготовим само мясо я покажу как вот мы не положили сюда нам еще понадобится тоненький кусок ну как бы маленький кусочек сала значит мясо и сало мы немножко подморозим чтобы его можно было нарезать тоненькими тоненькими слайсиками ну соответственно для шаурмы полет фантазии капуста огурец помидор по желанию болгарский перец также можно по желанию лук зелень все что все что душа пожелает для лаваша нам понадобится мука вода и соль все больше ничего реально очень просто вот почему-то все думают что лаваш нужно покупать а его очень просто сделать самому и ну вы получите не черт его знает что а нормальный домашний лаваш для соуса конечно классический если но для меня классическая шаурма это турция для кого как конечно классическая делается только с йогуртом но мы уже привыкли к тому вкусу который вот как я говорил уже в киеве в питере в москве екатеринбурге в харькове в любом городе на территории снг делают естественно с майонезом поэтому мы тоже будем делать комбинированный соус йогурт и майонез также нам понадобится для соуса перец черный паприка по желанию перец чили и чесночок ну вот собственно говоря все ингредиенты буду стараться видео сильно не растягивать поэтому мясо мы сейчас 1 подмораживаем и в первую очередь принимаемся за хлеб то есть за лаваши и так друзья для того чтобы приготовить тесто для лавашей нам понадобится холодная мука и горячая вода по поводу холодной муки это сбрыхал немного добавляем насколько горячая лари скажи пожалуйста кипяток но который постоял минут скажем ну то есть градусов 80 добавляем соль водичку естественно все пропорции мы напишем в описании видео сколько водички сколько сольки сколько муки хорошенько растворяем соль выливаем ее в муку естественно муку мы предварительно просеяли или ты не просеяла могут просеяла такой монтаж у нас получился швермой замешиваем тесто и теперь его надо очень хорошо вымесить тщательно то есть вымешивать надо реально долго где-то в течение 8 10 минут ну 8-10 не подумайте что 80 ложку долой и дальше все это старым классическим способом вот таким вот образом друзья вымешиваем тесто в течение 10 минут и покажем вам что у нас получится вымесила лариса тесто такое вот крутое она получилась положила здесь покажи достаточно плотная уже не пристает к рукам ну реально вымешивала минут десять друзья оставляем наше тесто при комнатной температуре чтобы она отдохнула или подошло как ты говорила клейковина чтобы клейковина начало работать чтобы наше тесто начало было эластичное скажем так чтобы с ним потом было легко работать а мы с вами перейдем к соусу для того чтобы приготовить соус первую очередь потру чеснок можно раздавить и на чеснокодавилке но я предпочитаю тереть теперь друзья добавляем сюда три части йогурта естественно йогурт мы используем без всяких вкуса обычный классический йогурт естественно в турции он более густой но тут еще такая фишка что йогурт мы тоже обычно сами готовим просто у нас сейчас не было готового поэтому используем покупной и две части майонеза то есть все зависит от того какое количество соуса вы готовите насколько насколько штук шавермы вот мы сегодня будем делать четыре маленькие шавермы или шаурмы добавим сюда паприку у нас получился такого красивого цвета естественно щепотку соли и черного перца красный перец острый чили можно добавлять по вкусу у меня вкус такой что я люблю чили поэтому добавляю все это хорошенько перемешиваем и отставим тоже пока у нас созревает тесто пусть у нас соус настаивается то есть он берет в себя все вкусы перцев которые мы добавили вкус чесночка разойдется равномерно по соусу ну в общем ему хорошо настояться кстати он может храниться совершенно спокойно в холодильнике два-три дня вообще без проблем дорогие друзья ну естественно соуса да как я уже говорил готовим столько сколько нам нужно пока у нас созревает тесто настаивается соус можем нарезать подготовить мяско но охладилась мяско подморозилась немножко друзья и теперь вот так вот его нарежем тоненькими тоненькими слайсиками чем тоньше тем лучше этот подмороженный подмороженная сальца я уже настрогал чтобы не затягивать видео ну вот собственно говоря таким образом вот такими слайсиками режем все мяско сколько мы его хотим хотим побольше мясо режем побольше хотим поменьше я люблю когда побольше мяса в шаурме не например всегда продавцы шаурмы кажется жлобами накидают много овощей мясо туда положат как кошка наплакала в общем сейчас порежу все и перейдем кстати к нашим лавашам вот такая вот кучка мяска у меня получилось друзья сейчас она немножко оттает и сразу же показываю мы тоже чтобы не затягивать видео все овощи нарезали просто как можно тоньше я считаю что в шаурме ну кубиков быть не должно однозначно могут быть либо тоненькие полость полосочки либо слайсики мы порезали все слайсиками в общем наше тесто простояло полчаса теперь надо его ну чего ты смеешься ларис ну хочешь ладно тесто отдохнуло полчаса пусть будет так как просит лариса делим его на порционные кусочки вот тут друзья размер лаваша зависит естественно специальной печки для лаваша у нас нету как и динарницы поэтому мы его делаем на сковородке прошу прощения но получается ну ничуть не хуже но значительно лучше чем магазинный лаваш по крайней мере на мой взгляд мерочкой для лаваша у нас служит крышка от сковородки вот как крышка от сковородки такой у нас должен быть лаваш так поделим тесто на порционные кусочки вот так вот разминаем его и естественно мы подготовили скалку я всегда напрягаюсь когда лариса берет скалку подготовили муку сейчас лариса покажет как раскатать раскатать тесто для лавашика за но должно быть очень тонкая доларис а вот как эти женщины кавказские они как-то на руках его растягивают и так не умеешь нет меня еще не настолько много опыта чтоб я могла такое удовлетворять кавказские женщины они там такое конечно с этим тесто надевают а тесто такое же да у них в принципе я пересмотрела много рецептов это классический рецепт вплоть до того что я смотрела производственные давай шарики по убираю что понятия не мешали вот сюда их положу но на такое очень тугое да я смотрю на раскатывается она тугое эластичная то есть она даже немножко тянется его там под конец нужно даже подтянуть чтобы потоньше конечно но не такое эластичная как на плаценты тоже тянется вот такая друзья тяжело и неказиста жизнь кавказской женщины стоишь себе со скалкой и катаешь лариса любит все эти хлебобулочные дела я конечно с этим тестом если мне надо было его 10 минут месить я повесился бы возле этой возле этого кусочка тесто лариса пришла такая висит друзья ну не знаю стоит ли вот показывать весь процесс ну наверное все таки на примере одного лаваша покажем весь процесс как мы его раскатаем ну и конечно стоп 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 ну-ка сгони со стола интересно котель еще что там мы готовим надо заглянуть мыску с салатом я предусмотрительно мяско поставил подальше вот она вот так вот немножко подтягивается надо просто очень аккуратно чтобы она не порвалась потому что может порваться чуть-чуть нам подтянуть да 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 все отлично видно все твои манипуляции мы так сказать фиксируем чтобы было понятно вот это вот максимальная ну да конечно так пекут лаваш в печке в духовке не получается воссоздать но там очень большая температура его помещают туда на противне буквально на секунды ну секунд на 20 на 25 при большой температуре он моментально запекается мы пробовали делать на противне ничего не получается но и вот нашли такую альтернативу на сковородке но к сожалению сковородки такой огромной нету вот самая большая под этой крышкой поэтому шаурма у нас получается маленькая но очень вкусная дорогие друзья вот приготовили такую заготовку точно также приготовим остальные и после этого начнем их выпекать красота какая лариса золотые ручки у тебя солнышко друзья мы хорошенько разогрели но даже не разогрели а раскалили к сковороду совершенно без масла помещаем туда наш лаваш я надо приготовить кулинарную брызгалку заправить ее водичкой и и вот так вот буквально 30 30 35 секунд выпекаем его на одной стороне вот мы сейчас даже не будем выключать камеру потому что это недолго переворачиваем на другую сторону видите вот он чуть 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 запекся то есть он его не подрумянивать не надо буквально вот секунды просто если его чуть дольше передержать он потом высыхает и ступая очень ломки сбрызгиваем водичкой и сразу же в кулечек то есть вы знаете что лаваш если его положить ну положить на воздухе буквально 15-20 минут и он уже черствый он точно так же друзья приготовим остальные лаваши и приступим потом шорми так дорогие друзья хорошо разогретую сковородочку чуть-чуть маселца приготовили ножик чтобы шаверму резать и вилочку не приготовили сейчас приготовим теперь приготовим масло разогрелось выкладываем все мяско красивое такое мяско у нас жир пока не выкладываем потому что если его выложить сразу он высушится просто а нам такой жир совершенно не нужен и вот так вот начинаем мяско прям на сковородке резать можно еще чуть-чуть маселца добавить можно еще чуть-чуть маселца добавить и 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 Если есть где-то большие куски, нам большие куски в шаверме не нужны, в процессе их еще подрезаем. Нужно еще чуть-чуть маселца, совсем чуть-чуть, много масла нам здесь не надо, но в то же время надо, чтобы не пригорало. Говядина готовится очень быстро, но все зависит от того, какое вы любите мясо, сильно прожаренное или мягкое, нежное или с хрустящей корочкой, вот как по мне уже хватит. Теперь добавлю сюда вот этот жирочек нарезанный, буквально чуть-чуть его для сочности и еще с жирочком полминутки. Все, выключаем газ и можно собирать нашу шаверму. Вот теперь, друзья, когда мясо немножко остыло, ну какая соль опасная, ё-моё, можно его посолить немного и поперчить. Перед жаркой мясо солить не надо, потому что оно начнет активно пускать сок, а нам это в данном случае совершенно не нужно. И начинаем собирать нашу шаверму. А ну попробуем. Красота, то, что надо. Вот точно как свертело. Шавермочки у нас маленькие, потому что маленькие, маленькие лавашики. Чик. Плюхнем сюда соуса. Немножко овощей. Вообще я овощей много не люблю. В шаверме их должно быть мало, потому что шаверма это мясное блюдо и мяско. Заворачиваем вот таким вот образом. Вуаля! Точно так же действуем дальше. Соус. Соуса, друзья, можно ложить... Ну, кто любит больше соуса, кто любит меньше, кто любит в меру. Вот как любите. Сейчас мы попросим. Ларис, поставь нам на огонь, пожалуйста, сковородку, чтобы она разогрелась. Как любите, так и ложите. Я в ту зелень забыл положить. Ну, ладно. И мяско. Чик. Чик. Вуаля! И готово. Теперь разогреваем, дорогие друзья, сковородочку без масла, чтобы она у нас была горячая-горячая. И перемещаемся, будем ее обжаривать. Помещаем нашу шаверму на сковородку. И обжариваем с двух сторон. Она с каждой стороны должна немножечко подрумяниться. Огонь у нас нормальный. Но пережарить тоже не надо. Главное, чтобы мясо у нас горячее. Шаурма у нас должна немножко разогреться. Но при этом овощи не должны стать горячие. Поэтому минуты с каждой стороны будет вполне достаточно. Или минутку с одной стороны. Переворачиваем, обжариваем с другой. Но мы как бы особо, видите, она немножко, чуть-чуть подрумянилась. Сильно не надо. Ну вот, вот, пожалуй, и все. Я думаю, этого будет достаточно. Можно приступать к дегустации. Итак, друзья, шаурма законченный цикл. Булка отличная. Соус потрясающий. Сейчас доберемся до мяса. Мясо получилось бесподобное. Мне очень нравится таким образом приготовленная телятина или говядина. Получили вкус именно хорошей турецкой шавермы. Оторваться невозможно. Вот смотрите, друзья, если есть возможность в это мяско взять 50 на 50, говядину с бараниной будет вообще супер. Если есть только курица, делайте из курицы. Ну, а самое главное, самое прикольное в этом я считаю, что вот в этой шаверме, ну, я на самом деле очень люблю шаурму или шаверму. Реально очень люблю. Но я ее боюсь кушать. Потому что я вот в Турции совершенно спокойно ем. В Иране там ел спокойно. Ну, вот таких вот восточных странах. У нас я реально боюсь. Потому что, ну, говорят, купи 5 шаверм на вокзале и собери кошку. Не знаю, правда-неправда, но все равно стереотип какой-то есть. В этом блюде мы все приготовили сами. Абсолютно все. Здесь, ну, сказать о том, вот об этом блюде, что шаверма вредная или это фастфуд, нельзя. Это реально отличное блюдо. Ну, вот у нас сейчас будет с пивком на ужин. Друзья, с удовольствием представляем вам шаверму, приготовленную по полному циклу, начиная от хлеба и заканчивая готовым блюдом. Собственно говоря, если есть какие-то вопросы, конечно же, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, друзья. Ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось. Ну, а если вы считаете эту шаверму неправильной, тогда пальцы вниз, что ж поделаешь. Делать нечего. Ну, и, собственно говоря, мы будем снимать для вас очень много новых интересных рецептов, друзья. Всего доброго, пока.